Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет. Кто-то сказал, что деньги – это отчеканенная свобода. Все мы добровольные рабы, обстоятельства, любви, вражды, правителей, слуг, самих себя. Что может быть страшнее добровольного рабства? Я оправдываю шаг вынужденный, готов оправдать предательство и ложь исторгнутой подпыткой. Но когда я сам надеваю на себя ярмо, когда я сам отказываюсь от того самого великого, что есть в этом мире, от свободы, когда я становлюсь жалким невольником привычек, мнений, выгоды, тишины, удобства, теплого клозета. Начинать немедленное действие хорошо в любви или в искусстве, в политике и разведке – это может принести только вред. У разведчика, как и у политика, есть только один надежный союзник – время. Все люди равны перед Богом, так кажется, утверждал мой друг пастор. Черта с два. Чтобы на земле восторжествовало равенство, надо сначала очень четко договориться. Отнюдь не все люди равны перед Богом. Есть люди – люди, а есть животные. И винить их в этом нельзя, а уповать на моментальное перевоспитание даже не глупо, а преступно. Настоящий разведчик сродни актеру или писателю. Только если фальшу в игре грозит актеру тухлыми помидорами, а неправда и отсутствие логики отомстят писателю призрительными усмешками читателя, то разведчику это обернется смертью. Беременность делает красивой любую женщину. Как только историк становится пристрастным. Как только он хочет поярче выписать зло и посильнее воспеть правду, как только начинает расставлять свои акценты в исследовании, так сразу же такое описание делается сомнительным упражнением в безответственности. Чем меньше запретов во внутренней жизни государства, тем труднее проникнуть в враждебные идеологии, экономике, политике, не на чем ловить людей. Нет человека добрее, чем в субботнее утро, и нет его злее, чем в воскресенье вечер. Тюрьма страшна лишь для тех, кто слаб духом. Память как погода, она меняется в зависимости от настроения человека. Хорошо ему, он вспоминает хорошее или же о плохом говорит с улыбкой. Оно, это плохое, уже миновало и в настоящее время ему, этому человеку, не угрожает. А коли человеку плохо, так все зависит от характера. Он или на другого за это плохо вину навесит, или будет биться насмерть, чтобы плохое поменять на хорошее, или запьет горькую, или плюнет на все и заглянет в лицо старухе с косой, когда нет выхода. Интеллигент не падок до власти. В этом трагедия нашего общества. У нас до власти подки-торгаши, разночинцы и попы. А интеллигенты только правдоискательствуют. А от этого страдают сами и заставляют страдать окружающих. Китайцам не приходило в голову, что они желтые, до тех пор, пока к ним не пришли белые. Правы были римляне. Нет ничего страшнее восставших рабов. Их свобода безгранична, а идеалы проникнуты варварством и жестокостью. Потому что проповедуют они всеобщую доброту, а всеобщего нет ничего, кроме рождения и смерти. Мой друг, последователям быть хорошо, но подражатели жалки. Самолюбие как нижнее белье. Его надо иметь, но не обязательно показывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok